В октябре прошлого года один молодой человек в уезде Онсунг-провинции Северный Хангьон был ранен в ноги из-за аварии. Ему оказали скорую медицинскую помощь, но его ноги отказали. Из-за смертельного диагноза, который навсегда лишил его возможности шагать, он почти воздержался от заветной мечты и желания. Но парень не знал, как многие принимали близко к сердцу его беду и сильно переживали за него. Это Кондин Мюн. Ему 28 лет. Он, выпускник детдома, вырос в окружении особой заботы правительства. В феврале этого года одна женщина пришла в Чунгдинскую городскую народную больницу номер один с изуродованным Кондин Мюном на спине. Звеневой и его жена в течение 10 лет заменяли парню родителей. И другие члены Звена тоже обращались к Кону как к родному. Все они были для Кона родная семья. На консилиумах врачи серьезно обсуждали, как выправить парня. После консилиумов организовали группу для лечения из лучших докторов и систем. Они аккуратно изучали множество медицинских литератур и не раз проводили имитационные операции. Нашли метод функциональной тренировки с помощью соседних отделений. Если есть хоть малейшая возможность, следует обязательно выправить парня. Надо обязательно гарантировать ему будущее. В этом были уверены и к этому стремились медработники. Кстати, Мун Сун Гок сама была больная, которой нужен был покой. Но она не могла оставить парня, который давно стал ей сыном. Наконец, молодой человек поднялся на ноги. Искренняя душа и старания многих людей, наконец, подняли его. Мун Сун Гок В Корее все заботятся друг о друге. Для них все свои, не чужих. Вот в таком благодатном социалистическом строе живут корейцы. КОНЕЦ Продолжение следует...